на дворе утро я уже устала сейчас покажу вам чем я с утреца занимаюсь готовлю клетку для своих гоблинов им уже скоро три недели они так вонять дома стали выселила вот отсюда кур все перегородки разломала вычистила подстилку вон обмела пленочный пол отжить греющий потолок все тут выдрала смотрите доски влажноватые я вот думаю может и гашеной известью немножко посыпать чтобы подсохли и включить вверх грею чтобы тут дня за два высохло немножко а потом уже буду стенки вот поликарбонатом вот эти зашивать чтобы тепло сохранялся и переселять сюда своих птенчиков смотрите какая куча огромные подстилки вот так вот чищу навоз с прошлого года не включала свой этот обогреватель так все тут куры засрали так поставлю на 20 пусть греет заодно и сушит 20 тут с открытыми створками не нагонит так все тут нормально у меня еще раз покажу теплый пол сразу тепленький стал такой прям хороший наверное мне надо вот все-таки влажной тряпкой протереть хоть я его обмела классно такое тепло ладно помою его нашла известь гашеную слава тебе господи думал я израсходу сейчас пожалуй я разведу и немножко побелю там внизу стеночки на сесты пробелю продезинфицирую куда идет веселый гном гном идет купаться сейчас все тут пробелю хотя бы внизу чтобы все подсушилась продезинфицировалась включу теплый потолок и буду сушить клеточку потому что 8 марта у меня выведется следующая партия цыпок надеюсь они пойдут в брудер а мои первые гоблины пойдут сюда надеюсь они тут у меня не замерзнут такие вонючки стали два раза в день они их убирают и все равно воняют да пора вас переселять в сарай иначе меня вместе с вами выкинут да мои милоси это поместные они гораздо крупнее оперяются любопытные 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 ой господи эти кто кто там такой у меня есть один цыпленок сейчас я хочу вам показать обычно когда я открываю клетку сейчас попробую на нижней полочке вот этот вот должен вот вот он всегда я открываю когда он вылетает сюда садится ко мне ну пойдем пойдем как тебя назвать тип господи ну пойдем пошли чего ты испугался ты всегда ко мне идешь пойдем заяц вот смотрите вот всегда он ой ты умненький ой да ты такой умненький не боится никого вот только он всегда ко мне прилетает пойдем я ему спинку глажу пойдем пойдем не бойся видите дрессированный дрессированный цып кто-то покажись какой умненький вот кто хочет купить такого умненького представляете как в этом в зеленой миле мышонок как он мистер джинклс по моему да и это точно такой же видите всегда только он один да малыш мой вот любимец мамин любимец это по моему помесь с амирукашкой а вообще-то нет наверное гребень у него листовидные скорее всего наверное с синсиндянькой в общем не знаю ну в общем помесь вот такой каждый раз когда я открываю дверку он идет ко мне я его глажу спинку ему чешу тимуленький он так попискивает чего иди иди туда чего там нашел мистер джинклс я тебя так назову может ты даже и курочка но все равно будешь миссис или мисс видите тимулосый вот так зобик чего ты мне на палец залез давай зобик как я тебе зобик чешу зобик зобик а че это зобик то пустой ты че-то не кушал ничего сейчас курочки снесутся я вам яичек сварю видите видите какой тип вот так ну вот друзья мои подготовительные работы в моем цыплятнике на сегодня пожалуй окончены у меня уже нет никаких сил руки дрожат все я побелила все вычистила стены практически высохли вот видите кое-где остались включала вот этот обогреватель пленочный обогреватель я вымыла он высох сейчас я его включу пусть греет сушит и еще хочу вам показать как я замазываю дырки вот здесь у меня в местах примыкания бруса к бревнам такие вот в этих в дырочках как ну в выемках в бревнах такие дырки я их знаете чем замазываю смотрите уже высохло каменные может кому-то пригодится в общем смотрите я беру паклю развожу гипс жиденько так жиденько вот паклю прям так сильно мочу в этом гипсе прям очень сильно 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 прям все практически и запихиваю во влажном состоянии в дырочку гипс очень быстро сохнет схватывается и он за счет того что там пакля он не высыпается вот он уже каменный стал хотя прошло минут 20 наверное я боюсь что в эти дырки какие-нибудь вредители залезут вдруг какие-нибудь крысы прибегут хотя у нас крыс нет но мало ли вот замазала эти дырки все окаменело уже и вон там дырочку замазала вон смотрите а как налепил но у меня тут у меня уже гипс сох я забыла добавить лимонную кислоту чтобы он схватывался помедленнее кому может будет полезной информацией может кто знает но кто не знает если вы хотите чтобы у вас гипс не очень быстро схватывался так же я делаю когда отливаю гипсовые кирпичики добавляйте в раствор немножко лимонной кислоты прям капельку на кончике ножа если у вас небольшой объем ну на ведро где-то маленькую щепотку тогда гипс долго не будет схватываться и с ним можно будет работать гораздо дольше вот такие дела все оставляю сохнуть завтра буду вышивать вот это все поликарбонатом я думаю что там будет очень тепло потому что будет работать обогреватель и моя подкилка посмотрите на меня красные носки нарядные красотка ну все пока красотка то пока лимон